У нас в Куркен ушла сейчас на Кавказ, там работает. Ну, это маленькая история, но я хочу, в любом случае, здесь, наверное, очень много новичков. И, конечно, правильно меня представили, что в первую очередь, конечно, говорили, и все люди, когда мы идем на презентацию, спрашивают, так как я медик, бывшим, как всегда говорили, да? Да, но мою кандидатскую диссертацию никто не забирал и не заберет, правильно? Я медиконистский помог, по профессии я онколог, 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 кандидатская диссертация по гепатитам, парцерозам печени. Я заведовал отделением Центральной клиники Средней Азии, это странная клиника, называется так называемая. Восемь лет тому назад я угоялся с работой, и то, чему я очень-очень-очень рад, потому что я свою жизнь связал с сетевым маркетингом. Маленькая эта история, все-таки я хочу рассказать, все-таки это, наверное, заинтересует всех, почему же все-таки, да, ушел. Пять тысяч долларов в месяц зарабатывал, но это для Казахстана, это на тот момент, это было сильное, сильное. Так сказать, для Европы, конечно, это может быть не актуально, но, поверьте мне, зарплат тогда государство заоценило мне 120 долларов, но заказать зарплату врача была, после этого, это мой зарплат, всего лишь 120 долларов. И, вы знаете, с того момента я туда ушел, благодаря нам, и, конечно, была большая. Но почему же все-таки я связал и связал с сетевым маркетингом? Потому что, знаете, действительно, от продуктов сетевых компаний, мои люди, пациенты разных компаний употребляли БАДы, и, знаете, они получали больше результатов, чем от тех операций, которые я им делал. Это такой парадокс. И даже те лекарства, которые я назначал, они выписывались домой, те же больные с розом печени, те же больные, онкологические больные, и, вы знаете, действительно, они били у каких-то бабок, брали бабушек травы, им было все всегда хорошо, а я, знаете, золотой медалист, красный диплом, только без науки, ничего не знал, кроме медицины, ничего не знал, оперировал, да? И тут такой парадоксальный вещь, все-таки другая сторона, то, что здоровье-то получают люди больше от этих трав каких-то других. Я начал интересоваться БАДами, я начал очень много читать литературу, в этом направлении начал двигаться, какие-то компании приходили ко мне на реализацию, и, то есть, я интересовался этим вещами, потому что я хотел помочь большому количеству людей. Мне не важно было, как самое главное, чтобы они выздоровели, правильно? Не от моей методики, а от того, чтобы быстро им было хорошо. Ну, это, наверное, бумагно, с этого заключается всех нас, которым мы сейчас слышим, видим, и те люди, которые сейчас в сетевом маркетинге находятся, но по-настоящему я не знал, что посетевом маркетинге. Я думал, что это хорошая продукция, тем дальше, что сейчас они будут все пользоваться, получат результаты, и все, моя сеть построена, я был миллионером, богатым человеком. Наивно, наивно так давно. Да вы знаете, перевернула мою жизнь в 2004 году, когда я первый раз поехал, действительно, в Москву. Москва, традиция «Знай», первые события компании, это в прошлом проекте, это были ледужники, 6 тысяч человек, абсолютно другой проект. Меня, знаете, что за дело? По-настоящему я увидел настоящих людей. Я попал, когда я первый раз познакомился с Эриком Клером. Эрик Клером, легенда стилом маркетинга. Я помню, когда он первый раз как будто бы со мной разговаривал. Я сидел в последнем ряду, 6 тысяч человек. И когда он начал говорить свою историю, и начал передавать свое видение, что у нас ожидает, и он говорил о своей мечте, буквы гостов. Вы знаете, он начал говорить с моим маленьким, вот тем формателем, который у меня внутри был спятан. Я очень сильно, когда захотел, я сказал, ничего себе, все-таки есть другая жизнь. Есть, знаете, абсолютно другая работа. Есть другой мир, который мы не знаем. Я для себя по-настоящему за 3 дня, за 4 дня моим присутствием в Москве я открыл для себя сетевой маркетинг по-настоящему. И действительно, прав Роберт Киасахи, который говорит, кто не работает в сетевой маркетинге, тот еще просто не знает. Сетевой маркетинг, это обязательно, это хорошая продукция, он должен быть, однозначно, потому что без хорошей продукции, я всегда хорошую продукцию, я сравниваю как вот колесо машины. Вы все знаете машину, да. Машина без колес, хорошая резина без колес, он не поедет, правильно? Все есть в нем, мотор есть, красивая там покраска, салон кожаный, внутри конец оверт, все супер, но без колес он не поедет. Поэтому продукция, да, у моей компании, это колесо. И чем продукция супер, тем машина у тебя стремительно ведет вперед. Я это всегда сравниваю, потому что нельзя отнять отдельную продукцию, от компании, то есть это все считается, это все вместе. И вот, конечно, первое, что я продолжаю свои истории, про Павлов, конечно, я подальше вам расскажу, но я хочу действительно больше акцент сделать на том, что, ребята, вот я тоже заинтересован в том, чтобы быстрее открылась Европа, жене виза, прибавочка. Единственное, вы и та команда людей, которая зависит от вас, это все, да? Действительно, мы тоже хотим в этом участвовать, если моя сегодняшняя конференция чуть-чуть вам поможет, я буду этому очень рад, потому что очень много людей из нашей системы хотят, когда же откроется Англия, когда в Германии, они хотят поставку делать. Мы тоже хотим, чтобы наша компания процветала и открывалась на весь мир. Правильно? Я тоже думаю, что вы этого хотите. Поэтому, знаете, все зависит от вас, но только, говоря о продукции, мы далеко не сможем построить большую команду. И вот в этом плане два месяца я только занимался продажами, мой чек больше тысячи долларов не поднимался. Я просто, моя команда, была концентрирована сильно на продуктах, потому что я врач. Понимаете? Бывшим я врач. И мое окружение, все мое окружение, люди, они тоже врачи. И вы знаете, я вам просто рекомендую, не подписывайте врачей. Врачи, они просто залезут и будут изучать продукцию и будут назначить своим пациентам. Мало количества людей, врачей, которые будут строить сеть. И вот, знаете, почему я начал строить сеть? Только потому, что я был обучающим. И на самом деле, я хотел стать предпринимателем. Я хотел просто открыть свое собственное дело, потому что, будучи врачом, зарплата 120 долларов, я никогда не мог купить себе квартиру. В Алмаке мы снимали квартиру, понимаете? У меня было на тот момент трое детей. Борис Уфлога, и у меня тоже врач. И профессия врача никогда не делает, может быть, в Америке, в Духестане, врачи хорошо живут там, я не знаю. Но у нас, в Казахстане, врачи, это даже, есть люди, профессора, которые, академики, умирали, и у них семья оставалась, и они до сих пор жили в общежитии. Вот так, плачевные. Я просто хотел это свое собственное дело, стать независимым человеком. Я хотел просто быть богатым человеком. Потому что мои дети подрастали, и я хотел, чтобы мои дети учились за границей. Знаете, уже дальше, уже говоря, спустя 8 лет мои сыночки сейчас вывезли. И на тот момент, почему я об этом вам более подходно говорю, я знаю, что вы такие же, может быть, приглашенные сети люди, которые здесь сидят. И ошибаются те люди, которые думают, что сетевой маркетинг, или здесь бизнес-продаж, или здесь нет денег. На самом деле, мои люди, такое видение, когда я даю, сетевой маркетинги очень много денег. Очень много денег. Это самое главное, просто самое главное, где ты находишься. Вот, в основе года нашей компании, есть такая, я просто пример приведу. Есть такая компания, я не буду говорить, да, эта компания открылась в 96-м году, в 1996-м году. и эта компания за, там, лидеры, спустя, сколько, спустя 13 лет, первый чек компании там заработал миллион, сто, тридцать четыре тысячи долларов в месяц. Представляете, они такой чек получили. Этих людей я знаю. И это удивительно меня поразило. В 2009-м году они такие чеки получили. Сейчас, одни мульти миллионеры, муж немец, супруга русская, но это что-то поразительное, да? Через 10-13 лет у нас что будет? Какие чеки мы будем получать? И 40-50 тысяч евро, пока мы вместе не будем зарабатывать, я своим людям говорю, не успокаивайтесь, не успокаивайтесь, потому что, действительно, здесь очень много денег. Или те, где 10-20 тысяч евро, которые я сейчас зарабатываю в месяц, это ерунда по сравнению с тем, что вас ожидает, нас ожидает, ребята. Поэтому здесь нужно вам сплоченно прямо начать строить команду построить огромную, большую. Вам очень повезло, вы попали, знаете, в удивительную команду. Первый раз вы с Таисией познакомились в Караганде, это была наша стартовая школа, я у нее обучался, я новичок, я пришел в Таисе, мудрая, женщина, прямо, это была операция, чем была. То есть так погружились с Таисией и все в форме с ней, очень хорошие друзья, и Таисия меня обучала, глазам этого бизнеса. Это супер, и благодаря тому, что я сейчас такой энергии, мне всегда нравилось ее отношение к команде людей, профессионалов, или какое у меня отношение, супер команда у нее, и, конечно, этапы, которая прошла, это что-то достойно, похвалы, я снимаю шляпу, перед Прибалтикой, все-таки вы, это вы те люди, которые будут открывать весь мир, потому что все в ваших руках, это Европа, это все, прямо потрясающая команда, я знаю, будет создаваться, и те 50 человек, которые здесь присутствуют, я очень рад вас видеть, конечно, и чем могу, помогу. И дальше, конечно, мне, давайте сразу перейдем, я, правда, не буду занимать ваше время, потому что я не сомневаюсь, не сомневаюсь в виде непередачи, если по бизнесу у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу, свой опыт передам. Сейчас просто я хочу, Дариса знает мою первую линию Кулькен, она сейчас на Кавказе, в этом, Урсу Муртан Грозный, и она сейчас очень с паком сделала, сейчас она планирую 150 паком сделать. Я поеду в Россию, вот с 3 декабря мы вылетаем, хотим, скажем, в школу провести, в Россию мы приедем, весь мир, у меня сейчас команда сейчас Киргизстан пошел, поймите, что у вас Европа все близко, рядом, и все зависит от того, чтобы раз, два, три, вот, да, нет, следующий, да, нет, следующий, просто вот те люди команд, люди, которые хотят построить сеть, они к нам, они рядом с вами находятся, понимаете, они рядом с вами находятся, просто нужно до них дойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok